Министр просвещения провел встречу с руководителями Управления образования северных регионов страны и обсудил с ними итоги первого полугодия и перспективы на будущее. Острый дефицит рабочей силы испытывают крестьянские хозяйства Октябрьской области. Фермерам не хватает трудовых ресурсов, а квоту зарубежных работников строго ограничена. Министр просвещения провел встречу с руководителями Управления образования северных районов страны. Ганибий Симбаев обсудил с ними итоги первого полугодия и перспективы на 2024-2025 учебный год. Основные темы обсуждения – это повышение качества образования и безопасность детей. Руководители Управления образования Североказахстанская, Акмолинска, Кустанайска и Карагандинской областей приехали в столицу для обсуждения самых актуальных вопросов. Напрямую с министром просвещения говорили про образовательные планы, новые проекты и многое другое. «Мы должны подчеркнуть для себя, что безопасность детей очень важна. Мы не должны допускать недочеты в будущем. Еще есть вопрос педагогических кадров. Необходимо это контролировать. У нас есть педагогический вуз, и сейчас мы прорабатываем механизмы с министерством, приводим в порядок, усиливаем работу вместе с Орлеу. Необходимо работать над качеством педкадров». Ганибий Симбаев озвучил главные задачи, такие как защита прав детей, повышение качества организации питания, усиленное сотрудничество с родительскими комитетами, передача опыта и поддержку учителей. В ответ каждый из руководителей рассказывал министру о достижениях в образовании своего региона. «Хочу отметить, что в Кустанайской области в текущем году будут введены около 900 новых мест. До конца этого года будут открыты шесть, войдут в эксплуатацию шесть комфортных школ. Все создаваемые условия, естественно, дают свои результаты. К примеру, за прошлый учебный год мы занимаем пятерки первых по таким международным исследованиям, как Пейза, ТИМС и республиканского исследования МОДО». Еще результаты по другим предметам и озвученные Ганибий Симбаевым важные приоритеты подчеркнули для себя руководители Управления образования. «Это, во-первых, менеджмент, это инфраструктура, работа с педагогами, воспитательная работа и, конечно же, безопасность детей. Анализируя все те задачи, которые поставил министр, понимаю, что в Кустанайской области необходимо уделить внимание именно менеджменту, именно подбору кадров и вопросах безопасности детей, которые сегодня актуальны». «В прошлом году были недочеты, сказал Ганибий Симбаев представителям управлений. Нужно изучить причины, последствия, а главное, не совершать их больше в будущем. Еще важно оказывать поддержку педагогам, которые показывают профессиональные успехи и привлекать сильные кадры в техническое и профессиональное образование». Гульнара Умарова, Ганезат Успанов, Нурлан Шамгонов, ТДК-42. Октюбинскую область рабочим визитом посетил советник-премьер-министр республики Яролы Тукжанов. Он ознакомился с ходом реализации проекта «Аула Манате». Вместе с ним в Каргалинские и Мартукские районы выехали и представители СПК «Октюбе». Через социально-предпринимательскую корпорацию сельчане получают льготные займы, чтобы начать собственное дело. Какие направления они выбирают для ведения бизнеса, узнавала Лейла Уесова. Советник-премьер-министр Айролы Тукжанов встретился с предпринимателями, которые начали работу по проекту «Аула Манате». Вместе с ним в Каргалинские и Мартукские районы выехала команда СПК «Октюбе» во главе с председателем правления Ауезом Таимбетовым и директором департамента по работе с проектами Ахкуля Акимжановой. В селе Саржар Мартукского района они посетили цех по производству труб для всех видов печей. Его запустили благодаря проекту «Аула Манате». Сейчас семейный бизнес приносит хороший доход. Ежедневно к ним поступают десятки заказов на установку качественных дымоходов. «До этого я трудилась в подобном производстве. Потом ушла с завода и решила открыть собственное дело. Я благодарна проекту «Аула Манате» за предоставленную возможность заняться бизнесом в родном ауле. Наш товар можно приобрести и в городе. Мы продаем дымоходы по 12 тысяч тенге за штуку». Руслану Мохамбетову одобрили кредит в размере 8,5 миллионов тенге на развитие тепличного бизнеса. Фермер выращивает овощи на открытом грунте и уже собрал первый урожай томатов. Ещё один предприниматель из села Саржар, который воспользовался программой «Аула Манате» Ергаза Добылов. Заемщик построил на своём участке перепеленную ферму. Птицеводцем решила заняться и его одна сельчанка Жансая Рамбаева. «Выращивание перепелов требует внимательного ухода за вольером и соблюдения условий среды для птиц. Это очень чувствительные и нежные существа. Как видите, здесь обеспечена система подачи воды для птиц, питание. В помещении поддерживается температурный режим». Ещё одним объектом посещения стало хозяйство Сама Лабаевой. На своих полях фермеры внедрили систему капельного орошения для выращивания кукурузы. В этом году планируют собрать не меньше 40 тонн продукции. В селе Мартук Яралы Толжанов посетил ярмарку продукции от участников проекта «Аула Манате». Здесь сельхозпроизводители приняли участие в расширенном заседании. Отметим, что в Мартукском районе на сегодня реализовано 334 бизнес-инициативы. Советник премьер-министра положительно оценил проводимую в регионе работу и поручил продолжить реализовывать проект и внедрять лучшие практики. «Мы объездили несколько регионов, посетили хозяйство, где ознакомились с реализованными проектами. Бизнес на селе динамично развивается. Это видно на примере Актюбинской области. Мы убедились в эффективности программы, особенно с учётом поставленной задачи по избавлению от импортозависимости». В завершении встречи был подписан трёхсторонний меморандум между Акиматом области, владельцем пекарни из Хромтау и руководством Актюбинской медной компании, которая выразила готовность поддержать местных производителей и покупать продукцию, выпущенную участниками проекта «Аула Манате». Острый дефицит рабочей силы испытывают крестьянские хозяйства Актюбинской области. Фермерам не хватает трудовых ресурсов, а квота зарубежных работников строго ограничена. Как выяснилось, в этом году на всю область выделили всего 210 квот на привлечение иностранной рабочей силы. Вместе с тем, аграрий жалуются и на бюрократические проволочки при оформлении документов для трудовых мигрантов. Лайла Уесова разбиралась в ситуации. «Октюбинские фермеры в отчаянии. На полях катастрофически не хватает рабочих рук, а иностранцев выдворяют из страны. Аграрии говорят, что не могут работать на земле себе в убыток. Хадарбай Ксупов занимается выращиванием овощей. По его словам, чтобы привлечь сезонных работников из Узбекистана, нужно сначала получить разрешение. Но эта процедура отнимает у предпринимателя много времени, сил и нервов. При этом квота на иностранную рабочую силу строго ограничена». «Практически в каждом хозяйстве острый дефицит рабочих рук. У нас не хватает опытных скотников, трактористов, полевых работников. Идёт полив, прополка, сенокос, а работать некому. Это тяжёлый труд. Местные жители работать не хотят. Поэтому мы вынуждены привлекать иностранцев. Просим увеличить квоту на сезонных работников, иначе придётся свернуть работу. Кто тогда будет обеспечивать горожан овощами и другой сельхозпродукцией?» Квота на привлечение иностранной рабочей силы утверждается Министерством труда и социальной защиты населения. Так, на 2024 год в Актюбинской области по пятой категории в сельском хозяйстве должно быть 210 человек. Хотя, согласно обращениям фермерских хозяйств, им требуется 700-800 сезонных работников. Создание более гибкой системы привлечения иностранных работников может стать ключом к решению проблемы, сокращая бюрократические задержки и позволяя оперативно реагировать на потребности фермеров, считают в региональной палате предпринимателей. «Что такое 210 человек на 5000 хозяйств? Из них, ладно, пусть 3000 хозяйств, которые действующие, но они никак не решают этот вопрос. Допустим, возьмём тепличное хозяйство, им надо порядка 20-30 работников. Что им даёт на сегодняшний день 2-3 работника? Абсолютно ничего. Предприниматели жалуются. Как только им заявку отклоняют, на следующий же день приходит миграционная полиция. Составляет штраф, накладывает все постановления, аресты, и после этого предприниматель вынужден платить огромные штрафы. И вместе с тем суд ещё принимает депортацию данных работников». Кроме того, в получении квоты на иностранных сезонных работников ввели ограничения на срок не более шести месяцев. Такое решение создаёт фермерам дополнительные сложности. «Заявку от себя только один раз подаёшь. Если пройдёт, то, считай, повезло. Многим приходит отказ. А ещё этих иностранцев нужно зарегистрировать через ЕКОНАК. Потом, как сезонных рабочих, на другом сайте и так переходишь из одного интернет-ресурса на другой. Вместо того, чтобы работать в поле, сидишь за компьютером. Поэтому мы просим упростить процедуру оформление документов и увеличить размер квоты». Получается, что такая система ведёт коррупции, жалуются сельхозпроизводители, и вынуждает обращаться к тем, кто разбирается в этом вопросе и может зарегистрировать сезонных работников. Естественно, за деньги. Между тем, решать наболевший вопрос необходимо на республиканском уровне. Поэтому фермеры готовят письмо в правительство и президенту страны с предложением ввести новые правила, которые позволяли бы крестьянам привлекать рабочую иностранную силу для труда на полях и фермах без получения специального разрешения. В Актау жители выразили своё несогласие с предстоящим строительством у их дома. Предприниматели, купившие коммерческие помещения на первом этаже, также возмущены строительством. Люди говорят, что если фасад их помещений будет закрыт павильоном, это создаст препятствия для движения транспорта и помешает их бизнесу. А самое главное – доступ пожарных и скорой помощи также будет затруднён. Беспокоясь о безопасности, люди пригласили ответственных лиц из Экимата и заявили о своём категорическом несогласии со строительством. Жители многоэтажного дома, расположенной в 19-м микрорайоне, собрались, чтобы выразить несогласие с возведением павильона возле их дома. Сейчас здесь небезопасно для детей. Где гарантия, что пожарные машины проедут, если случится пожар? Где гарантия и поддержка для предпринимателей? Мы вложили в бизнес свои деньги. Сейчас начались работы по ограждению строительной площадки, но остановить работу ещё не поздно. Однако представитель Экимата, пришедший на встречу с жалующимися, заявил, что этот участок был выделен три года назад и имеет все необходимые документы. Данный земельный участок был выделен постановлением Экима города Актау в 2021 году для расширения мобильных павильонов площадью 330 квадратных метров. В настоящее время на данном участке начаты строительной работы. Жители заявили, что будут обращаться в ответственные органы, пока проблема не будет решена. Сейчас они собираются подать жалобу Акиму города. В Уральском городском суде рассмотрено дело Ерблата Амангалиева. Осуждённый, приговорённый к восьми годам лишения свободы по обвинению в хищении денежных средств в особо крупном размере, подал ходатайство по статье 73 Уголовного кодекса. Замена неотбытой части наказания более лёгким видом наказания, либо сокращение срока назначенного наказания. Подробнее о судебном процессе в следующем сюжете. Родственники Ерблата Амангалиева, признанного виновным за хищение денежных средств в особо крупном размере, продолжают доказывать, что осуждённый ни в чём не виноват. Напомним, в 2021 году бывший директор ТО «Алматинские тепловые сети» Ерблата Амангалиев и ещё четверо специалистов предприятия были осуждены за хищение почти миллиарда при ремонте теплового трубопровода. Мы подаём на ходатайство. Во-первых, положительное решение позволило бы не тратить государство на обеспечение моего брата, так ещё и то, что мой брат мог бы приносить большую пользу своим, у него очень большие навыки как руководителя, и он бы мог наоборот приносить ещё пользу. В Уральском городском суде Ербулата Амангалиев подал ходатайство по ст. 73 Уголовного кодекса «Замена неотбытой части наказания более лёгким видом наказания, либо сокращение срока назначенного наказания». Судебный процесс начался с ознакомления с документами. Судья Магира Китарова оставила срок наказания без изменения. «Суд постановил ходатайство осужденного Амангалиева Ербулата Зенегалевича о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания оставить без удовлетворения». Альбина Жекенова, Айбула Джагапара, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42. Агентство по финмониторингу завершило уголовное дело в отношении бывшего гендиректора ТО «Атрауский нефтеперерабатывающий завод» Досмуратова. Расследование велось по факту злоупотребления, то есть использования своих служебных полномочий, вопреки интересам службы, повлекшие тяжкие последствия в виде особо крупного ущерба государству. Досмуратов подозревается в том, что в период 2022-2023 годов при наличии гарантийного срока поставщика на поставленное оборудование необоснованно выделил из средств АНПЗ денежные средства и заключил соответствующий договор по ремонту технологического оборудования на общую сумму 1,9 млрд тенге. В отношении Досмуратова избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Иная информация в интересах следствия в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса не подлежит разглашению. К длительному сроку заключения осужден бывший гендиректор завода тяжелого машиностроения в Петропавловске. Уголовное дело в отношении предпринимателя, осуществлявшего поставку двигателей и гироблоков в рамках государственного оборонного заказа, расследовалось АФМ. Установлено, что в 2022 году завод получил заказ от Министерства обороны на ремонт военной техники, при выполнении которого заключен договор с индивидуальным предпринимателем на поставку запасных частей на общую сумму 283,3 млн тенге. За беспрепятственное подписание актов выполненных работ и общее покровительство гендиректором при исполнении договора через исполнительного директора от предпринимателя получена взятка в сумме 100 тысяч долларов США. Судом бывший гендиректор завода за получение взятки в особо крупном размере приговорен к 11 годам лишения свободы. Исполнительный директор за посредничество во взяточничестве к 4 годам лишения свободы. Кроме того, в доход государства конфискована квартира, купленная на сумму взятки за 40 млн тенге. Оставшаяся часть в размере 5 млн тенге взыскана с осужденных в равных долях. В Актау безработного мужчину, задолжавшего более 3 млн тенге алиментов, приговорили к 6 месяцам лишения свободы. По данным городской прокуратуры, это уже третий случай осуждения за неуплату алиментов с начала года. Ранее еще два жителя, уклонявшиеся от уплаты алиментов, получили по одному году лишения свободы. В настоящее время ведется досудебное расследование по 10 уголовным делам. В ходе исполнительного производства установлено, что у должника имеется задолженность по алиментам более 3 млн тенге. Суд приговорил его к 6 месяцам лишения свободы. В Туркестанской области возбуждено уголовное дело в отношении братьев, занимавшихся продажей вейпов. Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью Департамента полиции совместно с Управлением полиции города Туркестан провели оперативно-профилактическое мероприятие с целью пресечения правонарушений. Они обнаружили незаконную продажу вейпов. Напомним, с 20 июня текущего года в Казахстане запрещен оборот некурительных табачных изделий, электронных систем потребления, то есть вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них. В городе Туркестан выявлены два торговых магазина, незаконно продававших запрещенные законом табачные изделия. И всего изъято 327 штук вейпов. По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится расследование. За 2024 год в Уральске зарегистрировано 374 случая мошенничества, из них 197 в интернете. Сотрудниками полиции ведется работа по предупреждению и предотвращению мошеннических преступлений. Так, в СМИ опубликовано 17 466 материалов по разъяснению способов предотвращения мошенничества. Но, несмотря на проводимую системную работу по разъяснению, в области по-прежнему имеются данные о посягательствах на права лиц путем мошенничества. Так, сотрудниками Зачеканского отдела полиции города Уральска был установлен факт мошенничества. В полиции сообщили, что два гражданина перевели в общей сумме 800 тысяч деньги злоумышленнику. Мошенник, пообещав устроить на работу и предоставить медицинскую справку и страховку, обманул потерпевших. По данному факту, в результате проведенных сотрудниками мероприятия Зачеканского отдела полиции управления полиции города Уральска, был выявлен и задержан ранний судимый житель города, 1986 года рождения. Данный факт был зарегистрирован в едином рейсе до судебных расследований. По данным фактам проводятся следственные действия. В настоящее время устанавливаются пострадавшие. В Уральске проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». С 23 по 28 июля полиция усилила работу по обеспечению безопасности пассажиров и профилактике правонарушений со стороны водителей общественного транспорта. Мероприятие направлено на выявление и пресечение нарушений правил дорожного движения, технических неисправностей транспортных средств, а также контроль за соблюдением водителями режимов труда и отдыха. За два дня ОПМ на территории города выявлено 11 административных правонарушений, совершенных водителем маршрутных автобусов. В том числе два водителя автобуса привлечены за эксплуатацию переоборудования транспортного без соответствующего разрешения. Кроме этого, к административной ответственности привлечены два должностных лиц предприятия, осуществляющих пассажирские перевозки по городу. С наступлением лета увеличивается количество случаев падения детей из закрытых окон и балконов многоквартирных домов. В целях профилактики подобных несчастных случаев сотрудники ДЧС организовали рейд «Безопасный двор». С начала лета подобные мероприятия проводятся регулярно. Наши корреспонденты стали свидетелями одного из таких мероприятий. В настоящее время участились случаи падения детей из окон многоквартирных домов. По словам сотрудников ДЧС, акция «Безопасный двор» направлена на привлечение внимания родителей к проблеме безопасности детей. Цель – предотвратить падение детей с высоты. Установите на окна фиксаторы, блокираторы, поставив москитные сетки. И сетка москитная, она не служит защитным приспособлением от выпадения детей из окон. Также хотел бы сказать, никогда не заставляйте детей мыть окна, никогда не подносите ребёнка к окну, что-то показывать. Либо также это касается и в отношении балконов. Если такие акции будут проводиться чаще, родители будут уделять больше внимания и безопасности детей, говорят жители города. Многие родители делятся, что уже установили блокираторы на своих окнах. У нас блокиранты стоят, да, получается, на окнах. Ну, конечно, уже, получается, спокойно можно находиться, да. И не думать, что ребёнок откроет окно и нечаянно захочет посмотреть в окно. Тем более, случаи были в сетних домах. Следует отметить, что с начала года в Западно-Казахстанской области из окон многоквартирных домов выпало 9 детей. Один из этих случаев закончился трагически. Зарина Шакешева, Марлен Искалиев, Аслабек Абекенов, телеканал ТДК-42. Областной этап конкурса чтецов Корана прошёл в селе Подстёпное Теректинского района Западно-Казахстанской области. Данное мероприятие было направлено не только на проверку знаний, но и на популяризацию священной книги мусульман. Одно из условий конкурса – жюри начинают аят, а участник должен продолжить его наизусть. В конкурсе приняли участие 29 мусульман. Самому старшему из них – 35 лет, а самому младшему – 9. Победитель областного этапа представит регион на республиканском уровне. Финальный этап конкурса чтецов Корана пройдёт в сентябре этого года в Павлодаре. Цель проведения конкурса – это популяризация главной книги мусульман и передачи знаний, которые изложены в этой книге. В этом году мероприятие проходит более масштабно и охватывает много областей. В составе жюри – люди, глубоко понимающие Коран, они приехали сюда из разных городов. Всё самое главное за последние 7 дней в программе «Итоги недели» – воскресенье на ТДК-42. Уважаемые телезрители, это были все новости к этому часу. Смотрите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание и до встречи в следующих выпусках. Одежда ведущим предоставлена магазином Купер. Бутики мужской одежды Купер расположены в торгово-развлекательном комплексе «Сити-центр» на третьем этаже и в торгово-развлекательном центре «Азиамол» на первом этаже. «Азиамол» 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 Субтитры создавал DimaTorzok